Пенчане стали пассажирами и участниками молодежного поезда, который объединил в себе юноши и девушек со всех регионов страны. Участники проекта в течение 8 дней по железной дороге проследовали около 2000 километров по территории Беларуси и приняли участие в общественно значимых событиях и мероприятиях. С подробностями Анна Янович. Старт республиканскому молодежному поезду был дан в молодежной столице Беларуси, городе Гродно, 15 июля. Его организаторы, Министерство образования совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи, Белорусским комитетом молодежных организаций и Белорусской железной дорогой сплотили единую команду из самых активных ребят нашей страны. 100 человек в течение 8 дней на железнодорожном поезде проследовали около 2000 километров по территории Беларуси. Гродно, Полоцк, Витебск, Горки, Петриков, Брест, Марина, Горка, Минск и приняли участие в общественно значимых событиях и мероприятиях. Участниками проекта стали молодые люди в возрасте от 18 до 31 года из всех регионов страны. Среди участников молодежного поезда, который в этом году носил название «Беларусь, молодежь, единство» были и пинчане. Учащийся колледжа легкой промышленности Станислав Бульбочка и мастер производственного обучения Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения Валентин Примак. С ребятами мы встретились уже по приезду и они с удовольствием делятся впечатлениями от увиденного. Сам конкурс образовывался на заполнении анкет. И эти анкеты проверялись в министерстве и выбирали из самых лучших. Участвую в жизни колледжа. В Пинске выступаю тоже. Всяких профмастерствах, конкурсы. Вот, думаю, поэтому и взялись. Изначально это был проект, который планировался из Бреста до Владивостока. Собрать молодежь. Ну, лучше просто проехаться, посмотреть все культурные ценности всех городов различных, посетить такие вот объекты, возложение цветов. В ходе проекта участники посетили областные и районные центры, познакомились со знаковыми для нашего народа объектами, созданными в эпоху независимой Беларуси. Отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны. Приняли участие в открытых диалогах, встречах с руководителями организаций государственного управления, депутатами, лидерами общественных организаций. Обсудили с представителями органов государственного управления различного уровня и молодежью регионов актуальные вопросы реализации государственной молодежной политики. Я во всех местах был впервые, начиная, например, от Полоцка, где мы посетили монастырь и целый день провели работы. Красивые города, областные центры Витебск и областные города, как Горки и Петриков, вот они, наверное, самые большие запомнились, потому что маленькие города, а впечатлений было очень много. А впечатлений от чего именно? От города, от людей, от их пейзажей, красоты. В каждом пункте остановки железнодорожного поезда в знаковых местах для нашего народа участники мероприятия разворачивали государственный флаг Беларуси. 22 июля в Минске на площади государственного флага состоялась торжественная церемония завершения проекта. Провезенный по всем регионам страны государственный флаг был передан в музей молодежного движения. Это очень хороший опыт, очень интересно, мне все понравилось. Люди, которые окружали, такая некая семья образовалась за эту неделю. На данный момент те, что ребята были с нами, я считаю, они молодцы. Мы сложная команда была, разбирались во всех моментах, участвовали везде, давали, были открытые диалоги у нас насчет этой темы, то, что помним ли мы и будем ли помнить, вот это все мы рассказывали. Молодежь активная, целеустремленная, готова везде и всегда участвовать и любые задачи выполнять. Проекту был присвоен статус международного. В республиканском молодежном поезде приняли участие граждане из Новосибирской области России, Азербайджана, Таджикистана.